Межконфессиональный мир Спасатели в гостях у детей 16 августа в Бобруйске стартует профилактическая акция МЧС Им важно напомнить о правилах безопасности Где она будет проходить? И заправился, и штраф получил Курьезный случай произошел на одной из могилевских АЗС Что случилось? А также акция ГАИ, плюс копейка и знаковый рубеж Общий вес республиканского каравая превысил 4,5 млн тонн зерна Кто в лидерах жатвы? Диалог ради мира Сегодня Бобруйск с официальным визитом посетил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак встретился с представителями городской конфессии С чем связан визит и какие темы обсуждали? Все подробности у Карина Гуревич Сохранить традиционную семью и воспитать подрастающее поколение Об этом и многом другом сегодня шла речь в кинотеатре «Товарищ» Спикер, уполномоченный по делам религии и национальностей На противоположном фланге священнослужители нескольких конфессий Встреча проходит в формате открытого диалога Александр Румак отвечает на все вопросы Развернуто и честно Особый акцент он делает на равноправие по отношению ко всем верующим Межконфессиональный этнический мир – бренд Беларуси Но визит не ограничивается рабочим совещанием Город Бобруйск исторический, многоконфессиональный город В нем на протяжении многих веков Проживают люди, которые принадлежат к различным конфессиям Традиционным конфессиям в нашей стране И при таком многоконфессиональном многообразии в городе Конфессиональный мир и согласие Александр Румак лично знакомится с работой каждой из конфессий Первая остановка – костел непорочного зачатия при Святой Девы Марии Уникальный памятник неоготической архитектуры Гостя знакомят с интересной и богатой историей обители Еврейский дворик – следующая локация На днях музей под открытым небом отметил второй день рождения В 2019-м он принял первых паломников Посещения исчисляются тысячами Заглядывают и в синагогу По поводу посещения, если можно здесь, как слово прихожан Это предел двух-двух с половиной тысяч, если разобрать в единице, скажем так А если говорить об общей посещаемости, может дойти до 15 тысяч человек в течение года Это большой акцент на туристов, на лекции, которые здесь проводятся Центр Покрова встречает делегацию Здесь помогают семьям, беременным женщинам, детям-инвалидам Добрые дела всегда поддерживает православная церковь Стоит отметить, в Бавруйске большое внимание уделяет духовному воспитанию молодежи В каждом приходе есть своя воскресная школа Сейчас каникулы, дети отдыхают Но у нас также в церкви есть лагерь, дружба, летний лагерь В районе Каменки, под Бавруйском находится, в лесу, в красивом месте И там у нас несколько смен, примерно 80 детей занимаются Монастырь святых жен Мироносец Вниманием обойти ну никак нельзя Открыт он в самом сердце старого Бавруйска, на территории крепости в 2008-м Раньше на этом месте были руины, теперь идет активная застройка Сейчас все силы брошены на возведение храма святого Александра Невского Работы приближаются к финалу Монастырь – это административные и жилые помещения Здесь же два храма В будущем обитель превратится в целостный архитектурный ансамбль В планах создать монашеский корпус, мастерские и духовно-просветительский центр Завершается визит в Каменке В здешнем доме-интернате воспитывают постояльцев не только физически, но и духовно К слову, в нашей стране проживают представители 156 национальностей В Бавруйске большинство общин православные, их 28 В масштабах всей области почти 300 Карина Гуревич, Максим Галенка, Бавруйск, 360 Невнимательность подвела, курьезный случай произошел на одной из могилевских АЗС Заправив машину, водитель забыл пистолет достать из бензобака Сел и поехал В итоге сорвал шланг Мужчина это заметил, остановился и попробовал сам исправить ситуацию Не получилось Сказал, что спешит и уехал Операторы вызвали ГАИ Позже инспекторы выяснили, почему он так сильно торопился Оказалось, его лишили прав еще в 2017-м за нетрезвую езду Теперь на автолюбителя составили 4 административных материала Общая сумма штрафа 855,5 рублей Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 607 пациентов с положительным тестом на коронавирус Все с начала пандемии заразили 455 281 человек В Беларуси продолжается массовая иммунизация от коронавируса Пройти процедуру, например, в столице можно не только в медучреждениях Специальные пункты работают в торговых центрах, на ЖД вокзале, в метро Есть и выездные бригады, чтобы не отрывать людей от производственного процесса Прививают к китайским препаратам и российским Обе вакцины двухкомпонентные Полный курс прошли около миллиона человек Все на футбол, уборочная компания и комфортная температура Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями, ждать ли дождь Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Белорусские аграрии преодолели очередной знаковый рубеж нынешней уборочной компании Общий вес каравая превысил 4,5 миллиона тонн В целом по стране убрано почти три четверти площадей Самый высокий результат у Минской области С выше миллиона 120 тысяч тонн зерна К шестизначному показателю приближается и Брестский регион Средняя урожайность по стране 32 центнеразгектара В Беларуси с этого дня увеличила стоимость на автомобильное топливо И снова на одну копейку Так, цена 92-го бензина рубль 95 95-го и дизельного 2 рубля 5 копеек 98-го 2,27 Отметим, это 25-е подорожание с начала года Завтра в стране свой старт возьмет профилактическая акция «Берегитесь детей» Завершится она 18 августа Инспекторы заглянут в летние лагеря Там пройдут занятия и беседы Ребятам напомнят правила безопасного поведения на дороге, в транспорте, во дворах Сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов Правил безопасной перевозки маленьких пассажиров и проезда пешеходных переходов Белшина продолжает свое выступление в первой леге чемпионата Беларуси по футболу Сейчас Бобруйская команда возглавляет турнирную таблицу Имея в своем активе 31 набранный бал В субботу 14 августа Красно-Черное на домашнем стадионе «Спартак» будут принимать Петриковский «Шахтер» Горняки идут на шестом месте Начало поединка в 17.00 11 августа в Беларуси будет облачно с прояснениями На большей части территории страны прогремят грозы В отдельных районах возможен туман Ветер неустойчивый, слабый – 3,8 метра в секунду По бручанам синоптики обещают в среду сухую и ясную погоду Лишь вечером возможен кратковременный дождь Ночью, по прогнозам, от 14 до 16 тепла Днем воздух прогреется до 27 со знаком «плюс» В фокусе «Внимание спасателей» в Бобруйске пройдет республиканская акция МЧС в Центре «Внимание дети» С 16 по 31 августа первый этап Специалисты пойдут в люди О правилах напомнят в торговых центрах На месте любой желающий сможет сдать экзамен по безопасности Ребятам предложат пройти квест Призом будет сертификат памятка о действиях во время ЧП В поле зрения попадают наши любимые детки Которые отдохнули после огромного каникулярного периода Им важно напомнить о правилах безопасности Ведь зачастую дети в школьном возрасте остаются одни дома Поэтому действительно ребятам нужно напомнить и нужно знать Что делать, если, не дай бог, придет беда 1 сентября начнется этап под номером 2 Работники МЧС будут посещать школы В программе «Интерактивные игры. Плановая эвакуация» Завершится акция 10 числа «Единым днем информирования» Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА